Пилил-пилил Мавлиев деревья в Уфе, весь центр выпилил, но, судя по всему, пилил не те деревья. Хотя бы потому, что вот недавно случился снегопад, и только за одни сутки упало 15 деревьев в Уфе и угробило 10 автомобилей уфимцев. Слава Богу, никто не пострадал из людей, ну, как говорится, это дело случая. Если так и продолжится, то обязательно мы дождемся каких-то жертв и травм. И еще раз убеждаемся в том, что ни Мавлиев, ни его нефтекамские развеселые дружки ни черта не понимают в городском хозяйстве. Со снегопадом, прямо скажем, не очень большим, Мавлиев и его товарищи реально не справились. Ну, что-то надо делать, да? И придумали, а пусть учителя чистят снег. Направили во все школы письма и указания и сели дальше играть в нарды на щелбаны. Но вот тут что-то пошло не так. Так, астрактивые учителя со средней зарплатой в 67 тысяч рублей в Уфе, по крайней мере, почему-то отказались махать лопатами и начали возмущаться в соцсетях. Ну, странно, когда их заставляли вбрасывать бюллетни за Единую Россию, они как-то не возмущались. А когда пришедшая к власти Единая Россия в лице Мавлиева их заставляет чистить снег, они начинают возмущаться. Ну, согласитесь, нелогично. Ну, за что боролись, на то и напоролись. С 1 декабря текущего года администрация Уфы подняла стоимость посещения муниципальных детских садов. Эта стоимость выросла со 151 до 170 рублей в день. В среднем придется доплачивать еще за ребенка по 400 рублей в месяц. Ну, вообще это логично. Ведь у мэрии Уфы масса расходов. Например, вот велопарковку для мэра Уфы купили, смонтировали, собрали. Недорого. За 117 тысяч рублей всего. Велопарковку для Ратмира Мавлиева. Ну, согласитесь, надо же откуда-то брать на это деньги. А 400 рублей для уфимцев в месяц – это же ерунда. Транспортная реформа неумолимо дает свои плоды. В Уфе не могут найти желающих возить пассажиров даже за деньги. Речь идет о том, что в сентябре не нашлось ни одного желающего возить людей за деньги по маршрутам 216, 217, 233, 241, 245, 246 и 295. Решено в декабре снова повторно провести этот конкурс. Ну, что-то мне подсказывает, что Хабиров так настроил свой Техас, что в этом Техасе дешевле не заниматься пассажирскими перевозками, чем ими заниматься. Жители Уфы с удивлением обратили внимание на то, что торжественно открытая всего лишь месяц назад копия арки Аксаковского сада начала рассыпаться. Пена из швов высыпалась, краска потемнела, синяя изолента повсеместно отклеилась. Но есть такая удивительная примета и свойства этого новодела. Если встать под эту арку тихим вечером или ночью, в тишине слышен радостный смех Абавяна Эропетяна и примкнувшего к ним радиохомирова.